всем привет дорогие друзья с вами как всегда я russian fear и мы с вами продолжаем наше приключение во вселенной ведьмака сегодня у нас продолжение серии эмиссии смертные грехи тяжело мне писать об этом любезно читатели грустная и мрачная история до сих пор ввергает меня в глубокую печаль все началось в день открытия моего кабаре все было готово ждали лишь присылу выступление которое должно было украсить праздничную церемонию но вместо присылу двери хамелеона ворвался вестник из больницы вильмериуса бледный взволнованный он поведал нам что на присылу на присылу напали что она тяжело ранена и жизнью висит на волоске извините ну вот в общем нам надо разобраться в этом деле отправиться на встречу с фон грац но кей свеча пожрать у вас еще некромантия по традиции на паузу ставим и читаем кому интересно вся история надо было прочитать счетом что-то было что-то я не прочитал не подумал корове молоко возьмем мы все в принципе да так вообще где так ладно пёс неси чем и разберемся эти вопросами чего у нас в инвентаре кстати продать рубахи забыл выложить на рубахи пусть со мной будут всегда так суда мне надо камень вставить пока я не забыл силу атаки плюс 5 давай силу атаки плюс 2 кстати 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 чего у нас тут можно чем сделать нет это и давно ничего не делал у нас же появились какие-то в прошлой серии по моему новые рецепты да нет все сделано мотагенов не хватает печально конечно печально ладно погнали рюша отойди сколько себя помню этот нищий так сидит здесь мне интересно ему кто-нибудь вообще подавал я какому-то подавал на какому точно не помню ну давай рассказывай ну так как готовы прогуляться по каналам конечно я всегда готов да готов и заинтригован но поймали вперед почему всегда видимо вперед так какую профилактику ты проводишь в каналах а вы подумайте вместо того чтобы сшивать очередных жертв утопцы не проще решить проблему еще зародыша я пробовал привлечь каналы стражу но без результатов тогда придется слышите уже давно слышала готов оружие ну давай подходи водяная баба да да хрена ты что то ни хера мне не помогает подожди я мутагены соберу которых у меня почему-то нет от слова практически вообще арбалет есть ты красавец но я тоже могу стрелять прикинь ой господи на утопцев тратить стрелы жалко присыла какой прогноз это говори прямо без намеков раны затянутся но что будет вы наверно понимаете что для труба дура это страшный удар такой от кондавая не уже потерять волю к жизни ты можешь как-то на это повлиять на это может повлиять только ваш друг лютик ты блин ты пьяный лечу так медленно и и что пошли угадаю направо ничего же здесь нет нет лестнице окей что-то мне кажется он димте куда-то управимся тем лучше нас заводит ты куда-то спешишь кто-нибудь может например корня или преподобные и так по традиции все все знают что делать попробуем его найти и сразу же прочитаем вот это куда грибы у вас здесь да иду я иду таскать труп от труда человек не то тело ищем дальше чего у вас здесь в патологии а над хим а анатомички блин или как назвать сделай сам милый наездник что-нибудь интересное есть выглядит так будто на него напали трупоеды почему меня назад ведут я не понимаю и не думаю что он просто так нам помогает думаю что то здесь не то найти труп плотника краснолюду блин нас ведут не сюда мы не сюда идем пойдем братан или туда непонятно ни хера какой из этих трупов труп плотника зале на пальцах опилки в бороде одежда липкая смолы должен быть он великолепно надо думать вам не сделается дурно от вида крови нет начиная вскрытие с чего начнем давай с корпуса осмотрим корпус так что у нас здесь глубокая рана с левой стороны грудной клетки шрам через весь живот посмотрим что за рана действительно сердце было вырвано края раны прижгли погодите-ка здесь что-то еще приятного аппетита кто с печеньками и чаем смотрит мои записи слава богу не показали яйцо какого-то присмыкающегося саламандры обожженное на целое я бывал на лекциях по герпетологии и не припомню чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах значит или профессор кохран глубоко заблуждался или это дело рук нашего убийца так ну давай посмотрим на шрам рана длинная узкая отрезанного удара но края не ровные это не важно смотрите нет ни опухоли не синяков это старая травма похоже несчастный случай на работе давай вскрывай на брюшную полость предупреждаю будет сильно пахнуть гнилью я как-то дрался с ригером стоя по пояс в говне так что не думаю чтобы стой это что за запах формалин медицинская новинка в малых концентрациях замечательно консервируют ткани в больших разъедает их как кислота это объясняет почему нет запаха разложения и почему обыжженный глоткой пищевод с глазами что-то не то да смотрим голову волосы воняют гарю будто он был на пожаре больше ничего примечательного то что ему выкололи глаза вас не интересует ну давай у него действительно обыжжены глазницы да здесь какая-то серая пыль пепел очень мелкий убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли похоже на то судя по виду ран плотник при этом был еще жив что там за садюга такой рассмотрим рот роги волдыри как у присцелы видишь на горле надрез действительно он едва заметен его сделали маленьким очень острым предметом скальпелем но зачем рана слишком мало чтобы вызвать кровотечение но есть следы отека убийца должно быть он сделать рахиотомию чтобы жертва не умерла слишком рано мы поехали дальше смотрим ладони борозды это следы от веревки так его связали как и следовал ожидать никто не выдержит таких пыток не будучи связанным знаешь по опыту по опыту жертвы я провел год в застенках третагора но это долгая история тогда лучше в другой раз смотри видишь след у нашего краснолюда было кольцо но кто-то его снял давай но вечером видишь что нибудь интересное на ногах щиколотка правой ноги распухла ногти поломаны должно быть он очень сильно ударился копытами прежде чем их отбросить не уверен что сейчас подходящий момент для шуток простите у нас врачей несколько иная чувствительность ага и скверное чувство юмора ну поехали к самому интересному сомневаюсь что они относятся к делу нужно убедиться надо проверить стени с него штаны и холера скорее сифилис храняя стадия сыпи еще нет это может быть связано с разве что еще один возможный мотив для убийцы так все смотрели я уже знаю достаточно в таком случае просветите меня а то я до сих пор понятия не имею в чем дело и какой мотив у убийцы хм давайте пошли его подозреваю почему то я не хотел бы делиться выводами понимаю тайна следствия но вы скажете хотя бы что намерены делать дальше надо бы смотреть труп еще раз ты знаешь как его звали фабиан мейер а ты кто пришел сюда провести аутопсию но вижу юахим что ты меня выручил как всегда лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других кто это такой студент третий курс у меня к тебе несколько вопросов ладно слушаю только быстро а то преподобный натаниэль как раз пришел с инспекцией сейчас он будет здесь так где нашли тело плотника это важно вы ведете следствие как увлекательно он погиб в собственной мастерской к югу от рынка сразу у ворот на застенье где напали на эту бедную труба дурку весь город об этом судачат возвращаясь к плотнику тело привез евстахий наш сборщик останков можете с ним поговорить я только что его видел он за углом около мое почтение ваше преподобие что это за люди я кажется ясно сказал никого не впускать ни под каким предлогом я знаю но это друзья покойного они хотят забрать тело и речи быть не может уведи их отсюда немедленно как пожелаете ваше преподобие а сам не можешь сказать вам слишком гордый что ли другим путем почему ты нас прикрыл я прикрыл себя если бы преподобный натаниэль вызвал что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения у меня были бы неприятности но ты об этом не подумал юахим правда как всегда нет ну может я и не одобряю вашего самоуправства но я тоже хочу чтобы убийца кончил жизнь на виселице так что если я что узнаю по этому делу я дам вам знать спасибо сколько у него там свеча в этой лампе горит вечное что ли блин так этот натаниэль он кто такой мерзавец как и всякий кто носит одеяния церкви вечного огня большинство из них становятся мерзавцами еще до того как ударятся в религию вполне его случай до церкви вечного огня натаниэль был палачом особенно он изощрялся в пытках женщин затем иерарх химельфарт назначил его смотрителем мертвецкой он отвечает за контакты с храмовой стражи надзирает за кремацией проводит погребальные службы в храме на острове и так далее ммм мечта а не работа мог бы сказать что знаешь корнера может мы бы избежали прогулки в каналах я его знаю и поэтому избегаю вот и все на эту тему ммм давайте так все же продолжу тему что вас связывает это старая история но если вы настаиваете вы слышали о студенческих протестах в 1242 я их возглавлял а Губерт донес на меня властям и я очутился в тюрьме вот и вся история что будете делать теперь? ниточек много мастерская этого плотника сборщик тел который его нашел переулок где напали на присциллу есть чем заняться у меня тоже боюсь я должен возвращаться в больницу но буду держать за вас кулаки я с тебя глаз не спущу странные все очень странные почему у вас такие странные глаза? потому что надо ребенок так посмотреть переулок который напали на присциллу но это я думаю будет не сложно и что же случилось с этим целителем и что же случилось с этим целителем я остался я говорил поспорюду на что поделаешь стоп тут торгаши есть хороший день для торговых дел как же это так? как же это так? шанишки броня 28 штаны с либо следопыт они хрена себе так все вроде бы пакет он не нахер и не нужен тоже так вроде все мечей ты я ему продавал хрена себе где есть давайте купим может пригодится не знаю зачем но равно прощай блин нас ведет кругами странно не сюда ты кому я сказал и сюда кто-то топит углем в это время года запах сестра это он откуда не знать посмотрим что он будет делать что это может быть на минус один ты падла так нечестно да блин да вас ты хера что-то сильно минус кто это вообще кому я морду чищу успокойся я не причиню тебя зла что ты здесь делаешь вместе ищу что вылупился вместе и все убийца всегда возвращается на место преступления вот мы с братицками и перетаились чтоб с ним поквитаться за присылу едва не замутил ее сукин сын знаю я пришел сюда потому что еще его следы и людей которые могут что-то рассказать это знаю немного но что знаю ну давай пристыла была твоей подружкой подружкой нет но она видела во мне почему была она живая еще а это что-то да значит я хотел покончить с борделем найти достойное занятие но никто меня не брал ни в практике не в служанке не в кухарке будто я проказонная а пристыла она была другая я должна была сыграть в ее пьесе другие актеры боялись там всякие сутки насчет весьма огня свистуська зося на сцене представлялись ну теперь конец месяца свистуська зося мне очень жаль бывает работа и похуды по крайней мере я так себе говорю так пристыла не единственная жертва ой дорогуся конечно знаю это за нефтира началось и другие так погибали низкие девушки сироты ну кто их позыреет а дворцы общества так про настражники говорят а по именам кого-нибудь из них помнишь какие у них имена рысый пудлатый рыбка так их и звали ни семьи у них не было ни друзей и давно их уже сазгли ну ладно ты рассказала все еще могла пока я должен еще раз осмотреться только уж не мешайте мне если не трудно конечно мы тихонечко сбоку постоим только ты скажи из чего узнать всем скажи запарюсь верить голова раскалывается если всем говорить сделай сам уже читали по моему так ну давай вид углем в это время года там что-то есть кто-то топит углем да нет ты в это время года вот это посмотри мужская ступня убийца упор на пятку он пятился человеческая возможно присцелы кто-то топит углем добавим это время года вот это посмотри знакомый запах так что это у нас помните люди добрые сияние огня всякую тьму рассеет всякую ложь разоблачить всякого негодяя выявит не доплеру не укрыться от его все проникающего сияние не ведьми не чародейки что простой народ дурачит непадшим женщинам что разом мужей туманит своими чарами отбросите лживые голодовские уловки прикрывайте скромно тела свои и не возбуждайте нечистых мыслей и вечный огонь разоблачит перед вами чудовищ и грешников если сами вы сгинете в его пламени убийца сбежал прежде чем появилась стража он бежал туда след обрывается странно даже я не сумел бы перескочить эту стену сверху есть дверь залезть нельзя перестань хватит уже осмотреть место гибели но мы осмотрели дверь какая-то ладно а плотника мы присыла осмотрели теперь плотника давайте посмотрим где плотника вальнули сюда клад нет и чай здесь должно видеть а это же эти здесь привет опять меня хочешь выгнать я себя хорошо вела никого не напугала не сюда явно так это и играйся так сюда мы не пройдем а если сюда закрыта нам надо пройти во двор слышу стражи то сразу за салда нам суда есть там кто вон отсюда а то собак спущу черный стрыга ко мне стражи я по поводу фабиана мэра я ищу его убийцу а ну разве что так сидеть глупый псины спокойно ну заходи уважаемый только не дергайся тяпнут еще ну давай да вот времена были с братом покойного гус меня зовут мы вместе держали мастерскую мейер и мейер ага теперь будет просто мэр теперь уважаемый будет ликвидация как только найду покупателя на эту халабуду вернусь в махакам все ближе к семье к тому что от нее осталось ну так что вы хотите знать о фабиане давай по порядку про убийство по порядку и в подробности ты же угадал дело было так возвращаюсь я с работ в Аксенфурте и вижу над городом столб дыма ну думаю опять пропущу как какую-нибудь бабенку жгут но это не на рынке был огонь а у нас видишь следы сажи там они горели наши скульпторы люди слетелись на пожар и рядышком фабиана нашли вот здесь я пока добежал его уже на телегу грузили разговаривал с соседями они не заметили ничего подозрительного может что слышали говорили что нет а если бы и слышали все одно бы не помогли в Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут что башмаков не запачкать да не пойми какого краснолюда им вовсе дела нет понятно ну давай дальше его брата были враги кто-нибудь его не любил угрожал нет это скорее он угрожал одной такой фабиан был добрый краснолюд мастерюга каких мало но и бабник страшный только чуть отложим денег говорю купим новые инструменты хорошего дерева так нет кошель в руки и айда по девкам потом все ходил за одной такой кричал это из-за тебя сука порченая падаль людская и всякие такие слова ну что там между ними было этого я не знаю может влюбился офига себе какая любовь у них а ты знаешь где не найти эту порченую на кладбище умерла пару дней назад но спокойно в своей постели альфонс ее говорил что грипп у нее был понятно ладно хватит разговоров мне бы осмотреться ай пожалуйста только псов не дразните так пятна крови здесь фабиан и лежал как его нашли кажется здесь что-то таскали по полу точнее передвигали от одной стены к другой статуи древних богов одни женщины с выдающимися формами так вторая проповедь неравнодушного помните люди добрые огонь может быть и благословением и проклятием огонь согревает нас печет хлеб наш отгоняет ночные страхи наши огонь способен и обижать обжигать лист пепелять так живите же в гармонии с вечным огнем и его предначертаниями всякий кто небрежен к его проповучениям кто живет в отмен неведения кто насмехается над ним умрет в его пламени так откройте же сердца свои моему наставлению люди добрые иначе не избежать вам расплаты за деяния свои неравнодушный как-то все странно нифига себе пёс стои я не хочу тебя дразнить мне сказали тебя не трогать закрыто можно мне зайти в мастерскую я туда не заглядывал с тех пор как как нашли Фамиана но если хотите так открою о чем что-то бычься так что у нас здесь еще кровавые следы но я бы не сказал что он истек кровью а здесь спорим вармалин осталось только несколько пятен формалин сомневаюсь что Фабинова использовал в работе зачем мне сломанная грабля не понимаю ну ладно мебель перевернута тут след будто от удар ногой мастерской же должно быть что-нибудь хорошее глаза гуманоида сгнили напрочь вот и его глаза видимо да формалин сомневаюсь что Фабинова использовал в работе так найти сборщика останков ну погнали плотова давай на тебе быстрее будет запарился я уже бегать по этому городу довольно таки интересное задание такое прям расследование самому интересно я эту миссию когда первый раз играл не проходил чем закончится все дело коронер вас вызывай говорит очередная жертва велел передать что главные двери будут для вас открыты и чтобы приходили как можно скорее окей и двери запереть и ставни что тут случилось сучьи бандюки страх их порезали нам сюда нет нет а вот он юстахий сборщик останков как ты узнал шестлин чувств это ты принес в мертвецкую тело Фабиана Мейра верно Фабиан Фабиан а да помню очередной безглазый сердце нет кашеля при нем тоже не было кашели вытаскивать да ты обыскал Фабиана ну взглянул что у него там в карман ну чтоб не пропал проще говоря ты обкрадываешь трупы проще говоря ты какого хера интересуешься а что процент с меня снять захотел пшел вон мутант слышь что я тебе я сейчас палец этот засуну если ты такой подкида денег я тебе еще добавлю а теперь рассказывай что ты при нем нашел а мелочи верстенек со стеклянным камешком ароманет и какое-то песнецо гляди хороший пергамент телячья кожа сотру буковки и продам как новый как буковки сотрешь пресцила имя следующей жертвы если бы ты отдал это письмо кому следует может никто бы не пострадал а то мне важно что там с какой-то пришешилой мало что ли баб в городе ну давайте ударим за все что вырубился что подгребаем понятно веселый парень спасибо геральт да хорошо что ты здесь я ждал со вскрытием до твоего прихода очень мило с твоей стороны особенно учитывая что ты был не в восторге от моего первого визита потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании а у меня на шее висел преподобный натаниэль теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам а я уже знаю кто ты и какая цель тобой движет так что с радостью помогу тебе в следствии так ну давай начнем вскрытие охотно повреждения соответствуют обычному почерку убийцы жертву связали и напоили формалином затем преступник нахрена его разрезают и на их место вложил горящий уголь с тем чтобы вскрыть грудную клетку и а это что пергамент из человеческой кожи это сообщение от убийцы имя следующей жертвы патриция вигельбуд ты знаешь ее слыхал даже был в ее имении вместе с я поеду к ней сейчас же ну погнали там мы наверное найдем убийцу до свидания милс это куда нам хреначить не так далеко задание давай нам отсюда новое задание сразу же далее так сюда надо не забыть зайти бегельбудах мы в поместье участвовали в скачках давненько это уже в принципе было но все равно давай беги что в этот раз через парадный вход тебе чего тут я должен поговорить с патрицией вигельбуд так ты решил что любой оборванец может да она в опасности впусти меня или ее смерть будет на твоей совести а если я тебя пущу и окажется что ты все выдумал меня тут же отсюда выпрут мне казалось что стражник должен защищать хозяина а не собственный зад будь по-твоему отведу тебя к госпоже вигельбуд только без всяких штучек ты меня понял окей я уже сына ее спасал в свое время какой приятный сюрприз вовсе не такой приятный я должен увидеть твою мать ее же а это точно смерть не шути так я видела маму сегодня с утра она была грустна конечно но в добром здравии ну давай нет времени объяснять поверь не прошу тяжело мне в это поверить но я вижу что ты не шутишь прошу за мной костер как на билетейн только время года неподходящее помнишь я говорила что мать грустит на самом деле она переживает кризис веры достаточно серьезно мы пойдем или что или ты в новограде мать увидела костры на рынке все обратную дорогу она молчала так и будешь стоять заказала вынести священные книги регалии реликвии и сжечь а потом закрылась у себя прибавим шагу давай беги ты слышишь тишина покой походу уже мертвая все-таки войдем внутрь чтобы убедиться ты настаиваешь ну будь по-твоему подожди здесь думаю мама не в настроении принимать гостей ну как я и говорил он он выбежал в другую дверь держи его погнали отвалите псины разделитесь убийца все еще здесь это он взять его я то че вам сделал стой не то получишь стрелу в кишки слушай вы поймали не того со мной этот номер не пройдет я отведу тебя к госпоже убийца все равно уже сбежал в виде герой мы взяли его госпожа Ингрид пришлось потрудиться но опусти арбалет пока сам себя не подстрелил этот человек невиновен простите госпожа я увидел как он бежит и решил что он убегал я гнался за ним и догнал бы если бы ты мне не помешал тупица прочь моя мать почему с ней так поступили почему наверно огонь только это объединяет ее с прежними жертвами Ингрид я знаю это очень тяжело для тебя но обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы могу ли я можешь но сделай это без меня я больше не хочу видеть ее такой не хочу ее такой запомнить и пусть это будет последняя жертва прошу тебя давай ногти обломаны синяки она защищалась наверное поэтому у него ушло больше времени и он почти попался вот и письмо сладкое Анике у Катарины Хромоножки он становится все наглее а не только имеющее место в этот раз он от меня не уйдет ну что ж дорогие друзья на этом мы будем заканчивать данную серию продолжение данной миссии мы сможете увидеть уже в следующей серии подписывайтесь на канал если вы все еще этого не сделали также не забывайте поставить ваш королевский лайк если вам понравилась данная серия ну и конечно же пишите в комментариях как у вас погода в такое время и как вы проходили данную миссию здесь же разные пути я думаю есть будет очень интересно ну по крайней мере мне увидимся в следующих сериях всем пока не забывайте не забывайте не забывайте Продолжение следует...